Продолжение следует... Это естественно, в зависимости от того, как развиваются события, какова будущая война, если, не дай бог, она будет и так далее. В общем, причин очень много и, наверное, раз пять мы существенно усовершенствовали структуру и деятельность нашей армии. Совсем недавно принимали решение по МЧС. Думаю, что это решение всерьез и надолго. Надо будет возвращаться еще раз к этому. В общем, пограничные наши войска, наверное, оптимальная структура. Она учитывает опыт и советского периода времени, и ту ситуацию, которая вокруг нас, ну и другие структуры. Я это говорю к тому, что подошла очередь нам посмотреть, серьезно посмотреть на нашу основную спецслужбу, Комитет государственной безопасности. Ясно, что ситуация усложнилась в мире. Спецслужбы с каждым годом приобретают все большее значение для деятельности того или иного государства. Да уже наши люди увидели роли места Комитета госбезопасности, структуры силовых органов и безопасности нашего государства. В последнее время активизировался Комитет, и мы заметили, что нам надо не какие-то там легкие изменения Комитета госбезопасности, но к традиционным мероприятиям, которые они проводят, традиционным функциям, задачам, которые они решают, нам надо в соответствии с временем добавлять какие-то другие функции, усиливать, может быть, и существующие. Ну, я имею в виду разведка, контрразведка, защита конституционного строя и так далее, антитеррористическая деятельность. Это в любой стране хлеб спецслужб подобного рода. Естественно, надо усиливать деятельность некоторых направлений, где-то возможно создавать и новое, особенно в силу той информационной безопасности, которая должна быть в стране, и той гибридной войны, которая развернута не только против Беларуси, она по всему миру уже существует. Вот тема нашего сегодняшнего разговора для того, чтобы принять окончательное решение.